И вновь мы вернули в студию самой ранней программы на телеканале Кубань-24. Меня зовут Ольга Антошина и вот какой радостной новостью спешу с вами поделиться. В Краснодаре 16 февраля пройдет Science Slam. Что это такое? Это стендап битва ученых на сцене рок-клуба. На мой взгляд, очень интересное событие. Подробнее о нем нам сегодня расскажут мои гости. Это Никита Соловьев, директор ассоциации Science Slam в России и Серафима Чичева, организатор Science Slam в Краснодаре. Ребята, доброе утро. Доброе утро. Очень рада видеть. Расскажите подробнее, откуда эта идея к нам пришла и какой раз будете проводить в Краснодаре ее? Идея зародилась в Германии. Как-то раз один немец, Алекс Дрейфик, пошел на поэтический батл в клуб и увидел, как поэты сражаются за звание самого лучшего, а публика определяет аплодисментами, кто из них, собственно, самый лучший поэт. Ну и подумал, я увлекаюсь наукой, почему-то то же самое не сделать, но о науке. И как-то раз он попробовал это сделать и зашло. И с тех пор постоянно организует слэмы по всей Германии. Так, в Краснодаре первый раз это будет проходить? В Краснодаре это будет первый раз. Собственно, я узнала о том, что существует такой формат, и в Краснодаре ничего подобного еще не было никогда. Так что решили, почему бы и не реализовать это в нашем городе, тем более, что соседние города уже давно в этой теме. Ребята, ну давайте, наверное, посмотрим на то, как же, собственно, выглядит, когда ученые шутят. На самом деле, на Землю ежегодно выпадает несколько тысяч тонн метеоритного вещества. Много-то или мало, давайте я проведу такое сравнение. Скажем, это раз в два дня на Землю падает камаз, груженный песком. Да, то есть представьте себе прогноз погоды. Ведущий говорит, в Санкт-Петербурге сегодня солнечно, а в Москве падает камаз песком. Существует в природе и называется бета-барат-бария. Один из примеров веществ, на которых можно сделать оптический транзистор. Бета-барат-бария звучит тяжеловато, но очень легко запомнить. Бета-барат-бария. На основе бета-барат-бария можно сделать оптический транзистор. Я думаю, все это запомню. Проблема только в том, что если я поменяю все мои транзисторы в моем телефоне на оптический, мой телефон станет размером с Москву. И это меня не очень устраивает. Ребята, ну на самом деле я смотрю на эти кадры и понимаю, что вот участники подобного проекта просто мечтают любой девушке. И умны, и шутят хорошо, да? Вот расскажите мне, пожалуйста, об основных правилах и что учитывается больше. Именно юмор участника или значимость этого проекта? Ну, на самом деле, очень правильно подметили, что на самом деле многие ходят, чтобы познакомиться. На сайте такой неформальный дейтинг-сервис получается. Умные парни можно по внешности выбирать теперь. То есть девушки все поняли, куда мы идем? В Краснодаре 16 февраля? 16 февраля мы идем знакомиться с умными парнями. Вот. А правила очень простые, на самом деле. Нужно, чтобы было просто и понятно, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы было не скучно. А как ты это делаешь при помощи шоу, реквизита, шуток? Это уже твое дело. Но все-таки это ученые, это ребята, которые презентуют свой значимый для общества проект. Я права? То есть они, не знаю, там, новые химические элементы или какие-то там вещи, которые мы нужно внедрить в нашу жизнь, чтобы стало легче жить. Это... Я права? Думаю так. Да, действительно, они должны рассказать о своем исследовании. Да, они, конечно, могут также рассказать о том, в чем они в целом занимаются. Да, ну, то есть если это физик, он может рассказать о своей области знаний. Но он должен сказать то, во что он вкладывает свои умения, свой талант и о своем проекте. Вот скажите мне, пожалуйста, я уверена, что у нас в Краснодаре очень большое количество умных, молодых людей с чувством юмора. Еще могут вам подать заявки на участие? Да, заявки можно подавать всю неделю. До конца недели, пожалуйста, связывайтесь, в том числе через соцсети. Мы открыты и готовы общаться. Я знаю, что уже какой-то такой первый отборочный этап прошел. Сколько было участников, кого отобрали и как отбирали? В Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края был первый отбор. Пришли 17 молодых ученых. Они были из разных вузов, от аграрного до государственного. И выступали перед нами. Сегодня послушали очень много интересного. От переработки нефти до того, как капсулированную продукцию делать, пищевую. В общем, много разных тем, которые актуальны, безусловно, для Краснодара. Ну и среди них мы выбрали 7 наиболее таких способных. Сейчас с ними будем беседовать и понимать, кто войдет в финальную пятерку. Скажите мне, пожалуйста, кто жюри, кто оценивает ребят? Это ученые или же это квейнщики, допустим? Кто судит? Это такой вокс-попули, то есть определяет все аплодисментами. То есть человек выходит, на сцене есть человек с шумомером, и он, собственно, замеряет, кому аплодируют громче. То есть весь зал, по сути, жюри? Да, именно в этом, собственно, идея, что это такая вот драматическая ситуация, когда люди могут за своего, собственно, проголосовать и поддержать того, кто им нравится. Так, а скажите мне, пожалуйста, почему ученые шутят в барах? Это вот такая принципиальная позиция, это дань стендапу. Почему именно такое место выбрано? Мы решили принести науку туда, где ее никогда не было, а именно бары, клубы и так далее, потому что нужно принести науку туда, где, собственно, сама аудитория. А это молодые люди, они любят развлекаться, и нам нужно говорить с ними на одном языке, как мы послушали до этого на видео. И поэтому, собственно, мы проводим это на максимально неформальных площадках, чтобы было понятно, что это не скучная лекция, не скучная конференция, а что-то по-настоящему интересное и действительно классное. На самом деле, правда, мне идея точно очень нравится. Скажите мне, пожалуйста, что получит победитель? Победитель получит символический такой приз, это боксерские перчатки. Боксерские перчатки, в принципе, олицетворяют, что ты победил в интеллектуальной битве своих оппонентов и был наиболее остроумным, и зрители тебя полюбили. А предусмотрен некий региональный этап, то есть есть по городам, и дальше уже, собственно, российский этап и мировой. Смотрите, да, это международная история, действительно. То есть у нас каждый год проходит всероссийский сайенс-слэм, когда лучшие ученые со всех городов съезжаются и бьются за звание самого сильного. Уже прошло таких два в Самаре и в Екатеринбурге. Еще постоянно проходят российско-немецкие слэмы, когда трое молодых ученых едут на родину сайенс-слэма, в Германию, соревнуются там за звание лучшего. Ну и, собственно, сейчас уже сеть развивается так, что есть слэмы и в Великобритании, и в Турции, в США, но вот сейчас в России практически везде уже есть. Поэтому, да, есть все шансы победить здесь, уехать дальше, соревноваться и стать самым интересным ученым на всей планете. Ребят, скажите мне, Паша, ну на самом деле, к сожалению, времени не так много осталось, совсем чуть-чуть, но были ли на вашей памяти участники, которые юмором доказали значимость проекта, и этот проект увидел жизнь? Ну вот как-то раз молодая девушка рассказывала про нанотехнологии в Хабаровске, и так получилось, что туда приехал французский профессор один, который занимается той же самой темой, что и она. И он увидел доклад, ему понравилось, ему перевели, чем она занимается, он взял и увез ее в Париж работать над своим проектом. Вот, это одна из таких историй. Еще один проект был у одного немца, он как-то выступил с докладом про кардиостимуляторы, это понравилось издателю в клубе, и он сделал так, чтобы он написал книжку про это, и с тех пор он стал очень богатым, состоятельным, молодым человеком, он путешествует по всей стране, рассказывая, чем он занимается. То есть таких историй много. На самом деле. Ребята, спасибо вам большое, Серафима, Никита, спасибо большое за идею такую замечательную, за то, что она теперь есть у нас в Краснодаре. Я думаю, что будет очень большое количество участников, и удача вашему проекту. Спасибо. Ну а я напоминаю, что все интервью с нашими гостями смотрите на сайте kuban24.tv, не переключайтесь, скоро вернемся. Продолжение следует...